Окунуться в новый бассейн и полежать в кислородных ваннах. Санаторий «Искра» принимает детей в обновленном медицинском блоке. В День России проверить условия, в которых находятся ребята, приехала комиссия во главе с заместителем председателя правительства Ярославской области Игорем Селезневым. Сейчас в лагере отдыхают и лечатся 450 человек. Свободных мест не осталось. В санатории детям помогают избавиться от заболеваний зрения, органов дыхания, эндокринной системы. Для этого работают 8 врачей и 13 медсестер. Многие из них с 10-летним стажем. В прошлом году через их руки прошло больше 3,5 тысяч детей. В этом году планку снижать не будут. Ну и чтобы отдых прошел без происшествий, в лагерях и санаториях постоянно проходят проверки. На сегодня у нас принято 24 лагеря из 26, которые будут работать. Еще два лагеря будут приняты в ближайшие две недели. Но они начинают свои смены. У них первая смена с 1 июля. На всю летнюю оздоровительную кампанию из областного бюджета в этом году было выделено порядка 170 миллионов рублей. Было софинансирование с федеральным бюджетом. Мы сегодня уже увидели, насколько модернизирован в искре медицинский блок, физиотерапевтическое отделение. В составе комиссии и представителей Совета отцов общественная организация одной из первых реагирует на жалобы. К счастью, по словам ее председателя, в этом сезоне их нет. В ходе проверок многие проблемы решаются на месте. Для этого привлекают необходимых специалистов. Так, например, зимой вставал вопрос, кто будет учить детей, которые находились на лечении в санатории. В Гавриловьямском районе этим занимаются педагоги Великосельской школы. В среднем образование в лагере получают 360 человек за год. Наши педагоги приезжают, составлен учебный план. И по определенным предметам педагоги обучают этих детей. И ребята, пока здесь отдыхают, находятся на лечении 21 день, приезжают к себе в школу с ведомостью, с выписками оценок, которые рекомендованы педагогам для выставления и учета детей. Мы и в прошлом году, и в этом году проверки выезжаем не одни. Мы подключаем и аппарат уполномоченного по правам ребенка. Сегодня мы выезжаем с правительствами Росславской области. То есть все органы власти, которые могут быть задействованы и принимают участие, могут повлиять на детскую безопасность, мы стараемся выезжать совместно на рейды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова